Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok На ОФЗ открывается также с земли Дальше Хазард на Кибранах Две наземные фабрики он набрасывает Сам Альфахекс Один из величайших игроков и деятелей Всего Суприм Коммандер 2 Открывается с двух наземных фабрик Красный игрок Фабриц Кокуэт Если я правильно читаю Наземная фабрика ОФЗ Масс экстракторов Генераторы И последний игрок В нашем списке БГАФТФ Кибраны 3 наземные фабрики Вот уж где будет Раш так Раш Смотрим теперь поверхностно За общим театром Боевых действий ООН 2 наземные фабрики По шифту можно понять Что синий будет драться с белым Уже здесь видны первые движения Стычки ООН Кибран Зеленый наземная Третья наземная фабрика Непонятные движения Ракетной установки готовит Собирается идти куда-то Наверху Альфахекс коричневый Нападает на красного Ракетные установки Две наземные фабрики Турелями закрывается красный Ну собственно я так понимаю Хотел сказать пары Образовались дуэльные Но нет Зеленый игрок Напал на спорную позицию Между белым и собой Здесь видна дуэль Белый-синий Турель Идет нападение армии Лоялистов Вместе с командующим Тяжело сейчас будет Но нет Здесь турель Обменялись ударами Маневрируют Здесь Альфахекс нападает на красного Точно так же мы видим Здесь дуэль И Здесь образуется Третья дуэль Синий игрок пока Доставляет больше хлопот Белому У нас здесь три дуэли Вот такой образовался У нас треугольничек И кто быстрее победит В своей схватке Он получит Респу Ресурсы Сможет затечиться Оценить Разведать обстановку И потом тихонечко Добивать своих соседей Подлавливая их На Уже Когда они будут Побеждать своих противников Собственно Зеленый-желтый Здесь Обстрел Альфахекс Поддавливает Ломает турели Ракетными установками Которые эффективны Именно по зданиям Здесь Точно так же мы видим Маневр Зеленый давит Когда он забирает Эти точки Он получает очки Исследования Белый Синий И синий Все таки Наверное Доминирует Потому что И казарму Он здесь забрал И войскан Периодически Подсливает Опустимся Немножко пониже Ах да Зеленый игрок Это же Бкон Достаточно опытный Игрок Но здесь мы видим Все таки Хорошее сопротивление Желтого Достаточно хорошая Стычка Вот такая вот В упор Закрывается адаптерами Но адаптеры Не стреляют Они лишь щиты А здесь все таки Армия И сейчас возможно Желтый игрок Может погибнуть Собственно Наверное Мы сейчас это и увидим Шансов у него нет Пытается его вычинивать Да Желтый гибнет Неожиданно Синий игрок Нападает На красного Вот Почему-то Отказывается От этой дуэли От боя С белым Тем более На него сверху Я так понимаю Никто не нападал И тем не менее Синий поперся наверх Зачем Ну В каком-то смысле Он очень здорово Помог сейчас Альфа Хексу Который уже Застраивает Свои тылы Воздушной фабрикой Ровно как Зеленый игрок Здесь Застраивает Можно сказать Свои тылы И забирает Сейчас эту Честно Завоеванную Позицию А Синий игрок Сам виноват Что-то здесь Планировал Отдал уже Эту позицию Отдал ресурсы Здесь построена Казарма Возможно Сейчас будут Турели строиться И Синий игрок Сам Совершил Эту глупость Пойдя На красного Время потеряно Продамажил Немного Альфа Хекс Видел этот Взрыв И отправляет Небольшую армию Посмотреть Что же здесь Происходит Кто Потенциальный Нападающий На него Укрепленная Артиллерия Выходит Красный Во рту И отгоняет Я так понимаю Коричневого Продолжается Стычка Белого С синим А вот И собственно Что хотел То ты Получил Синий Красный Теперь тебя Начинает Обстреливать Артиллерии Виноват Ты сам Еще Наземная Фабрика Разведчик От Альфа Хекса Отправляется Смотреть Кто чем Занят Понимает Что ситуация Теперь у него Шаткая Потому что У кого-то Две позиции Почти уже И три Наземная Платформа Мы видим От Альфа Хекса Сейчас Будут Толстяки Это Дальнобойные Экспериментальные Подразделения Фракции ОФЗ Законтрят Они Любой Аналог Других Раз При Должном Микро Достаточно Лишь Вести Огонь На отступлении Ну что Зеленый Игрок Чувствует Себя Комфортно Он захватил Эту позицию У него все хорошо Достаточно Сейчас Немножко Подпечиться Или Создать еще Большую Армию И идти убивать Остальных Возня Продолжается Белый С синим Игроком Продолжается Эта Возня Коричневый Точно так же Ракетными Остановками Продолжает Обстреливать Тем более Красный Полностью Не имеет Никаких Наземных Войск И поэтому В Альфах Их запросто Уничтожает Эти здания Безнаказанно Есть только Вот эта артиллерия Но она Не так Эффективна От нее Можно запросто Увернуться Синий игрок Строит Экспериментальную Платформу Значит скоро У него Пойдут Первые Супер Юниты Разведчик Нужно сбить Этого разведчика Что собственно Коричневый И делает Скоро у него Пойдут Мегалиты И возможно Чашу весов Он все таки Склонит В свою сторону В этом Противостоянии С белым Но белый На него Поддавливает Кстати Не может До сих пор Продавить Коричневый Красного Тем более Красный Здесь уже Сам нападает Но вот он Первый толстяк Первое Супероружие Можно сказать Фракции Людей Это дальнобойная Машина Артиллерия Мобильная Артиллерия Посмотрите Какая она Стильность Как он ведет Бой Безрассудно Командующий Оказывается Здесь впереди Получает урон Тем более Армия большая Спасается Чем Будешь ты Контрить Красный Игрок Вот этого Толстячка Я не вижу То есть Теперь Победа Уже Абсолютно За коричневым То есть Он все Тем более Командующий Практически Умирает Здесь Зеленый Продолжает Накапливать Свою огневую Мощь В тылу Построены Авиационные Заводы Которые Выполняют Производство Истребителей Получают Власть Над воздухом Здесь Заказан Первый Мегалит Армию Накопил Альфахекс Продолжает Обстреливать Методично Позицию Красного Игрока Красный Игрок Разбит И его Существование Лишь Дело Времени Скоро Он Отъедет Я так Понимаю Еще Одна Воздушная Экспериментальная Платформа После земли Здесь будут Производиться Я так понимаю Ас Ужас Еще один Супер Юнит ОФЗ Собственно Мегалит 2 Который Отправляется Именно К Красному Красный Продолжает Почему-то Нападать На зеленого Обстреливать Его Красный Здесь гибнет И синий Используя Своего Мегалита Идет На белого Игрока Но здесь Мы видим Снайпер Боты Которые Могут Немножко Поправить Сейчас Ситуацию Выфокусить Этого Мегалита Сейчас Удачный Момент Но нет Залпа Не было Он их Разворачивает Зеленый Копит Армию Закрывается Щитами Копит Огромную Армию Собственно Коричневый Понимает Что с красным Все покончено И направляется Немедленно Ударить По Зеленому Игроку Два Толстяка Разрушитель Артиллерия Небольшая Армия И вот Собственно Армия Зеленых Пришла В движении ОФЗ Против ОФЗ Стандартные Маневры Сейчас будут Налево Направо На левом фланге Синий игрок Доминирует Двумя Мегалитами При поддержке Небольшого Количества Войск Начинает Продавливать Белого Белого Абсолютно Нечем Ответить На эту Агрессию Абсолютно Нечем Теряет Он Свои Здания Здесь Столкновение Зеленый Против Коричневого Игрока Вот он Первый Ас Ужас Экспериментальный Самолет Но Он Был Сбит Накопленными Истребителями Зеленым Игроком Синий Продавливает Уже Беспрепятственно Ничто Его не может Перестановить У него Два Мегалита И он Постоянно Ведет Обстрел Огонь Белый Можно сказать Судьба Его Предрешена Ровно Как и Красного Но Про Красного Сейчас Все забыли И он Начинает Немножко Отстраиваться Но Не уверен Будет ли у него Какой-то Шанс На победу Прижимает Сейчас Альфахекса Красный Зеленый Игрок Заставляет Его Прятаться За собственными Зданиями Но Дальнобойные Толстяки Запросто Отгоняют Армию Зеленого Запросто Три Дальнобойных Мощных Толстяка И сейчас У Зеленого Игрока Будет проблема То что Он Не затечился В этих Толстяков А решил Сделать Масс Простых Войск Начальных Все-таки Толстяки Есть Толстяки Это Экспериментальный Юнит Стреляют Они далеко И больно А эти Начальные Войска Они Противопоставить Ему Что-то Абсолютно Пока Не могут Тем более У них Нет Телепорта Как у Иона Или прыжка Как у Кибрана Собственно Белый Игрок Потерпел Сокрушительное Поражение И прячется Сейчас На Секретной Воздушной Базе У Зеленого Зеленый Пытается Отбиться Вертолетами Боевыми Но здесь Строится ПВО Так что У Зеленого Сейчас небольшие Проблемы Его терроризируют С двух сторон И В двух Сторонах Он Терпит Поражение Его Поддавливают Сверху И Неприятная Диверсия У него Снизу Очень Неприятная Синий Игрок Делает Бомбометатель Непонятно Почему Называется Бомбометатель По мне Больше Ему Подошел Отражатель Ну Это Это Неважно Абсолютно Синий Игрок Забирает Завоеванную Позицию Коричневый Направляет Своих Разведчиков В разные Концы Карты Чтобы Понять Что Происходит Какая ситуация На карте Красный Игрок Продолжает Стоять Даже Не строит Исследовательские Станции Чтобы Как-то Затечиться Что-то Сделать Передумывает Коричневый Долбить Зеленого Красный Решает Разобраться С Красным Делит Свою Армию Направляет Двух Толстяков Которые Я так Понимаю Должны Разобраться Уже Окончательно С Красным Накапливает Воздушную Флотилию Чтобы Получить Власть В воздухе Белый Игрок Выживает Он Живет Забирает Себе Позиции Синий Игрок В нерешительности Ходит Взад Вперед Не понимает Куда Ити Не ведет Разведку Абсолютно Я так понимаю Я не вижу Кого он Куда и Направлял Какая-то Небольшая Армия Красных Танков Направляется На этих Толстяков Но даже Эта Небольшая Армия Может Дать Бой Этим Толстякам Ввиду Что От них Можно Увернуться Самолет Собственно Аз Тысяча Ужас Сам Один По себе Он Мало Что Может Но когда Их Будет Много Вот Тогда Они Будут Настоящей Угрозой Белый Здесь Живет Но он Подставляется Сейчас Под турельки Практически Погибает Но Выживает И он Сейчас Захватывает Это здание Нет Зеленый Игрок Вовремя Делитит Их Чтобы Не досталось Здание Врагу Чтобы враг Не мог Делать Из него Инженеров Синий Игрок Живет Он Захватывает Позицию Белого Он ее Обстроил Производит Еще Мегалиты Два Самых лучших Наверное Наземных Передвижных Щита Направляется Добивать Красного Здесь Стычка Продолжается Я не совсем Понимаю Почему Альфахекс Не может Продавить До сих пор Зеленого Здесь Конечно же Мы видим Много Щитов Щиты Теперь уже Идут Стационарные Сколько Много Понятно Почему Он это Сделать И не Может И вот Что Сделал Сейчас Зеленый Игрок Он Залетел Своим Ужасом И убил Этого Командующего Который Здесь Гадил У него В тылу Вот так Неожиданно Залетает Одним Командующим Расправился С этим Чудом Выжившим Игроком Синий Игрок До сих пор Мечется На базе Не может Ничего Сделать Хотя мог бы Сейчас запросто Пойти Убить Красного И забрать Его позицию Но он Даже не ведет Разведку Здесь Уже идет Я так понимаю Жесткое Доминирование Коричневого Но Очень много Щитов Которые Продолжают Держать Этот урон Воздушное Сражение Также Заканчивается Ничем Флотилия Альфа Хекса Возвращается Обратно На базу Еще Одна Экспериментальная Платформа От Синего Забирает Обратно Зеленый Игрок Потерянной Территории И остаются Четверо Четверо Но здесь Щиты Пали Потому что Масс Толстяков Дело свое Черное Делает Пытается По краешку Постреливать Ужасами Зеленый Игрок Но здесь Потеряно Здесь Потеряно Все Тем более Воздух Сейчас принадлежит Альфа Хексу У него Масс Самолетов Масс Ужасов И Большая Огромная Наземная База Синий Игрок Добавляет Лаборатории Себе Для ускорения Производства Исследования И продолжает Топтаться На месте Дальнейшего Развития У него До сих пор Нет Ни течи Ничего Собственно Первое Столкновение Как только Коричневый Нанес Урон Зеленому Он немедленно Направляется На другой фланг Но Синий Именно в этот момент Решил Пойти По центру Дальнобойные Толстяки Будут его Держать Два Бомбометателя Неплохо Впитывают Урон Приближаться К ним Конечно же Нельзя Цикада Активировала Свой режим Еще одна Цикада Эти Войска Сейчас Невидимые Выполняют Подрыв Бомбометатели И побитые Ужасы Отъезжают Но Дальнобойные Толстяки Черное дело Своё делают Успеют Успевают Откатиться Щиты Но Вновь Потеряны Сейчас Эти Толстяки Беспрепятственно Могут Разрушить Всю Эту Армию Кибран Опять же Спасительная Цикада Которая Скрывает Все Войска Противника Для Коричневого Игрока Оправляется От удара Зелёный От тяжелейшего Удара Красный Игрок Просто Стоит Существует А Синий Сейчас Возможно Погибнет Последнее Здание Красного Падают Синий Решает Построить Масс Воздуха Но Вот Эту Армию Сейчас Остановить Будет Очень Очень Служно Цикада Отправляется Вперёд Несколько Залпов Мегалитов Толстяки Попадают Под урон Пытаются Преследовать Но Толстяки Просто Отъезжают И ведут Огонь Цикада Не может Вечно Держать Свою Способность Всё Умирает И Армия Становится Видимой Подъезжает Авиация Коричневого И добивает Остатки То что Уцелело Откатывается Щит Но он Быстро Падает Синий Игрок Терпит Поражение Красный Умирает Синий Живёт Но это Лишь Вопрос Времени Зелёный Продолжает Отстраиваться Дело Своё Он знает Он добавляет Масс Экспериментальных Платформ Где Производятся Истребители Бомбардировщики Ужас Создаёт Звёздный Транспорт Чтобы Спрятать Переместить Своё Командующего Куда-то В сторону Воздушная Флотилия Накапливает Её Щиты Синий Получает Разгромное Поражение И Вроде бы Как он Ещё Существует Но это Лишь Вопрос Времени Претендовать На победу Я так понимаю Он уже не может Тем более Что армия Коричневого Игрока Направляется Прямиком За ним В потенциальное Место Обитания Спасения Смотрите Куда выводит Своего командующего Зелёный Игрок И прячет Его здесь Чтобы Не было Случайного Залёта Воздушной Армии И фокуса Именно Командующего Чтобы Спасти его От случайной Нелепой Гибели Ровно Как и здесь Альфа Хекс Прячется У своих зданий За Тремя Щитами И мобильными Адаптерами И щитами Прячется Тем более Садится Ещё В свой Собственный Командирский Щит Чтобы тоже Наверняка Случайно Не погибнуть От какого-то Залёта Вот этих Вот Штурмовиков Экспериментальных Стычка Собственно Пока Зелёные Атакуют Самолёты Ужасы Противника Основная Масса Ужасов Отправляется Искать Командующего Залетает Сюда Отвлечение Удалось Почти Но Масса Истребителей Сейчас Отправляется Сбивать Эти Ужасы Выфокушивать Щиты Пали Отсоединяется Взрывается И спасительная Капсула Улетает Спасительная Капсула Но её Выфокушивают И Альфа Хекс Терпит Поражение Вот Таким Вот Манёвром Отвлечением Отвлекает Всю Воздушную Флотилию Коричневого И Своими Ужасами Залетает После разведки Убивает Командующего Как бы он Хорошо здесь Не был Замаскирован И спрятан Эти несколько Ужасов Его Уничтожили А сейчас У нас Осталось Здесь Синий Игрок С одной Лишь Воздушной Фабрикой Где производятся Одни Самолеты Против Вот такого Отожравшегося Крепкого Можно сказать Зелёного Игрока Который Сейчас Направит Всю свою Мощь На Синего Воздух Воздух Явно Принадлежит Сейчас Зелёному Больше У него И самолётов Больше Ужасов Так Три Ужаса Ищет Первая Стычка Первый Воздушный Бой Всё Выфокушен Командующий Найден Прячется Под личным Щитом Три Ужаса Парят Сейчас Как хищники Вокруг него Обстреливают Этого Командующего Кто их Собьёт Абсолютно Неясно И не видно Зелёный Игрок Празднует Победу Быкон Одерживает Победу В этой ФФА Битве Достаточно Напряжённо Она у него Выдалась Битва у него Непростая Но он показал Всё своё мастерство Мы это видели С вами Как было Отвлечение Вот это Основными Истребителями Он пролетает Отвлекает А сам Под шумок Своими Экспериментальными Ужасами Отправляется Убивать Командующего Суприм Командер 2 Это Мне кажется Достаточно Динамичнее И Пафоснее Чем Первый Суприм Командер Поэтому Моя рекомендация Играйте Во второй Суприм Командер Господа Оставляйте ваши Комментарии Что вы думаете Оставайтесь со мной Будьте на связи Механайз Командер Командер Командер